Здравствуйте! Ель у нас никогда не стоит без игрушек. Традиция украшать новогоднее дерево также идет от древних германцев. Ну, во-первых, украшалась навершие... Вот кельты считали, что вот эта верхушка, которая держит небосвод, и они эту верхушку украшали, ну, обычно какой-то звездой. А когда пришло христианство, то это стала Вифлеемская звезда. Украшали немцы, древние германцы, яблоками. Яблоки – это был сначала символ непорочности, символ чистоты, а потом яблоки стали символизировать дерево познания. Украшались орехами – это был символ невозможности узнать Божий промысел. Украшались новогодние деревья разными огнями, ну, тогда это были свечи. Раньше это символизировалось духов, которые приходят в новогодние деревья, а потом стало символизировать ангелов. И вешали вафли на дерево – это был символ вот того хлеба, который накормил Иисуса в пустыне. Украшали вот такими ритуальными украшениями новогодние деревья до тех пор, пока в 1848 году в Германии не случился страшный неурожай яблок и орехов. И немцы не знали, чем украсить свои новогодние деревья. Для них это был очень большой удар, они ждали бед и несчастье. Но на помощь им пришли стеклодувы из города Лауш. Лауш был известен тем, что там делали посуду. И вот мастера стекольных дел сделали вместо яблок и орехов шары. Они были прозрачные, они были неполые, тяжелые. Внутрь добавляли скраски, свинец. И все это продолжалось до тех пор, пока в 1867 году в Лауш они построили газовый завод. И вот уже с помощью этого газового завода стали делать шары полые, легкие, стеклянные. Сначала эти шары были прозрачные, их расписывали вручную. Ну, шары были разного цвета, но все-таки их расписывали вручную. Потом стали делать амальгаму свинца из оксида серебра. Ну, а сейчас современные шары очень интересные. И технологии, конечно, ушли далеко вперед. И шары сейчас совсем другие, не такие, как были раньше. Но не только шарами украшаются елки, а шары – это как бы вот тот прообраз шара – это были яблоки и орехи. В Богемии пошли по другому пути. Там начали из стеклянных бус сделать разные украшения. Потом вместо огнеопасных свечей стали употреблять электрические гирлянды, когда пришло электричество. И в конце концов елка начала приобретать уже современный вид, близкий нам. Вообще в качестве елки используются разные деревья, но в основном это ель, а там, где нет ели – это сосна. Вообще в СССР очень интересно следить по игрушкам этапы развития Советского Союза, потому что раньше к какому-то большому событию делались и соответствующие игрушки. Полетел человек в космос, начали делать с 60-х годов различные ракеты космонавтов. Потом как-то пошла более сельскохозяйственная тематика. Я еще помню по своему детству, как у меня висели стеклянные огурцы, помидоры, кукуруза. Ну, а дальше пошли уже более такие игрушки – мишки, зайчики. И до сих пор мы многие храним вот те наши заветные игрушки, которые нам дороги, хотя мы уже и стали взрослыми. И храним эти игрушки как воспоминания о детстве. Сейчас стали как бы какие-то тематические украшения, разные стили украшения. Но все равно елка остается самым прекрасным украшением Нового года. И, надеюсь, она надолго еще будет радовать наши сердца, и эта традиция не канет в прошлое. Вот на этом я и хочу закончить свой рассказ о том, как появились первые игрушки. И, надеюсь, вы купите елку и приступите к ее украшению. Субтитры создавал DimaTorzok